всем привет вы на канале ретро сталкеров меня зовут влад и сегодня у нас с вами будет очередная псевдо распаковка 5 лучших наших пополнений за последние несколько недель с единственным нюансом в этом выпуске сегодня я буду без моего коллеги саши из германии у нас сегодня будет спец гость из еж королы коля никси пикси приветствуем привет ребята да как вас сказал техническим причинам сашка отсутствует он накупил пустых коробок и сейчас чахнет своим богатством короче некогда ему показывать свои прелести поэтому я заменю также надел красную футболочку ну под стать так сказать ретро сталкеру сашки ну и думаю начнем с кого начнем ну давай наверно начну я я сегодня надел синюю футболочку тоже в поддержку нашего специального гостя я честно в душе не знаю кто это такие потом посмотришь dragon balls но у нас коля самый главный специалист по этой тематике поэтому я так называют на самом деле таковым я не являюсь да влад надел синюю футболку в противовес мне красному как бы у нас битва как никак битва сложно назвать так показываем друг дружке битва еще будет да это такая в скором времени планируем берегите номер два сделать да будет как у нас тизер тизер битвы я буду смотреть туда вниз потому что влад у меня внизу находится чуть не очень удобно получилось у меня расположить влада так что буду глядеть туда но здесь показывать сюда мой первый лот сегодня будет самым большой по размеру и это даже не видеоигра и не особо даже относящийся к видеоиграм но я думаю все наши зрители меня поддержат им будет интересно это увидеть сам я очень рад приобретению этой штуки и это фигурка и от нека марф из син сити кровавый марф первая моя фигурка вообще которую я дорогущая наверное да я ну как сказать принципе нет не особо она была дорогая стоило 20 фунтов сил но ненадолго я прям сейчас в прямом эфире да да ты порвешь этот блистер своими руками да сил не долго продержался как это первая фигурка вообще приобретенная мной я честно говоря так и особо по ним угараю но когда я увидел это объявление я ломался наверно часа два я прям загорелся вот прям хочу и ну понимаю что особо и сейчас денег нету кризис все-таки я думаю ни одного у меня и фигурки как бы я особо не собираю но блин марф марф самый крутой в син сити поэтому я не удержался в итоге поехал забрал будет первой фигуркой нужно сказать моей коллекции как-никак река 2005 год по моему фигурка если меня не изменяет уже все а то могу тебя сменить все распечатал пока влад распаковывает там мог бы историю интересно рассказать но было тоже все сейчас как раз буду играться муж может сказать как раз всякая фигня наш начал с козырей влад такой раз-раз-раз-раз мне не не терпелось ее открыть я ждал до распаковки хоть чего-нибудь где-нибудь и распаковать чтобы поставить на полку пила ножовка ну в общем тогда я начну пока влад играется с чего-то необычного чего у вас еще не было в этом выпуске это очень редкая игра настолько редкая что есть только у меня в одном экземпляре вот ручная работа между прочим и я отвлекся как ты думал да это лапы покажу сначала файнал фэнтези 20 до на psp файнал фэнтези 20 кто ты мог кто ты думаешь мне ее подогнал смотри я думаю нас только один мастер с такой рукой да это мастер и все ребят сейчас скажет да это подделка там покажи что внутри типа обложку распечатали все дела а я покажу что внутри тут присутствует мануальчик вот владу вот ребятам накатка на диске между прочим вот смотри нифига себе мануал причем черно-белый там даже что-то написано сейчас ребятам покажу черно-белый мануал полный комплект я считаю просто офигеть никто еще такое не видел и не увидит в ближайшие кто знает сколько лет но это на самом деле была шутка давай вам рассказывай про фигурку хвастайся это такое было отступление в принципе я же говорю марф самый крутой уже распечатал займет свое место на полке я думаю вместо краш уже настоялся посмотрим бедняга сместил на связать первая первая фигурка но первая такая нормальная на самом деле немного тут прививаю у меня есть одна сил давая маленькая фигурка этого самого герса фор но она не в счет все вдовое лежит принципе так но вот это именно то что прям я реально загорелся просто захотел потому что ну марф супер крутой и будет будет радовать глаз на полке ты первую игру показал да нет а это у тебя это бонус контент был ну давай тогда давай первый вот бомби надо же было я думаю да сейчас лад будет что-нибудь распечатать пока он там что-нибудь распечатает расскажу дельную историю вот ну давай приступим так первая игра не знаю была у вас данная консоль в рубрике или нет и что-то потыкал не нашел буквально сейчас меня поправишь в общем игра на sego dreamcast тебе не видно дремкаст у вас что-нибудь было в рубрике я сейчас пытаюсь вспомнить у меня точно не было если только у сашки но по моему не было если только у сашки как там резидент эвил или что-то это grandia 2 игра в свое время она вышла в 2000 году прям поразила меня настолько как поразила сейчас расскажу в общем значит история меня подсаживал мой лучший друг в то время серёга слинкин на гбкс может кто-то знает из ребят это осланчик был такой парень но есть сейчас что-то не общаемся хотя хотелось бы посидеть потрындеть за игры и в общем он мне нарасхваливал эту игру как обычно бывает вот он грит там такой сюжет значит офигенский ты горит это играешь за чувака не помню как его зовут то ли рюдо то ли рейдо в общем вот он такой наемник выполняет короче задания за деньги и достигает своей цели неважно какой вот любыми способами и у него есть верный друг сокол sky он болтает на языке человека короче свободно вот его лучший друг и все у них шло хорошо пока они встречают елену монашку вот и начинается у них там понеслась приключение во все тяжкие как говорится монашка еще там с хитростями не все так просто вот и значит про сюжет откуда я знаю у меня на то время были журналы страна игр и другие и вот весь сюжет все что там писали и картинки короче я смотрел именно так и в общем нафантазировал себе игру соответственно я скачал ост музыку я люблю g rpg наслушался остров и офигенной в игре ну надеюсь саша какую-нибудь ставочку ставит из гранди 2 гранди 2 гранди 2 Воскресенье Музыка О, что тут по комплекту? А, комплект? Тут диск ушатанный, он тебе видно, не видно? Кто-то отгрыз угол. И скажут ребята, что угол, белая обложка, заменить легко, но тут нестандартная коробка, она чуть толще, чем обычный джевел. Это не джевел? Нет, он отличается на сколько там сантиметров, он толстый, то есть глубокий такой, наверное тут спайн был, спайна у меня нет, может и не было, короче, если бы спайн был, можно было сделать и не видно было. А по комплекту, тут стандартно сам диск, мануал в виде сразу же этого, лицевой стороны и мануал, ну как бы хотел, мечтал, как бы, не знаю, дадут на руки, да, пройти, поиграть. На тот момент графика там 3D была полностью, но смотрелось, вот как рендеренные фоны на PlayStation 1, вот эти финалки были допустим 7, 8, 9, там же красивые такие рендеренные фоны и 3D модельки персонажей. А тут полностью мир 3D, но такой прям красивый, много деталей. В общем, Dreamcast в то время мог потом, по-моему, пересдали на PlayStation 2 Grandio и сейчас вот на свече вышло вот это HD с растянутой до 1080p текстурками, ну в общем вот, может быть, да, доберусь, надо пройти. Кстати, у меня в предыдущем ролике моем было про Grandio 3, я пошел на убывающую, вот Grandio 2 и остается мне Grandio один еще добить и как бы с этих собрал. В общем, вот. Круто, круто. Я тогда тоже следующую игру покажу на, можно сказать, консоль, но не совсем на консоль, на компьютер, но которого у нас еще не было тоже в выпуске. И я приобрел кассету на Atari, домашний компьютер Atari. Это тоже была покупка из того разряда, что увидел на eBay и все-ка. Вот мне это надо, я участвовал в аукционе. Прикольно, мне чем-то напомнило это, синглы от скутера оформления, только там черная такая обводочка была. Вот, красная кассетка с игрой Eastern Front 1941 год. Это пошаговая стратегия фанатом жанра, которого я являюсь. И описывает события операции Бурбаросса. То есть, вы участвуете за немцев. Подходит под компьютерную систему Atari 400, 800, 600XL, 800XL и 130XE. Но нужен джойстик. Я думаю, мы сейчас с вами вместе видим геймплей, который Саша вставит в это видео. И я представляю недоумевающие ваши лица с этого геймплея. Но мне хотелось бы процитировать профессора Шелдона Ли Купера в одной из серий Большого Взрыва. И он сказал, что это теория Большого Взрыва. Я нашел онлайновый эмулятор, который позволяет играть классические текстовые квесты 80-х годов. А что ж, очень мило. О да. Он использует самый мощный графический чип в мире. Мое воображение. Что эта игра работает на самом совершенном видеочипе. В моем воображении. Поэтому не судите по обложке. Игра должна быть, кстати, очень прикольной. В то время очень относились к деталям хорошо. По событиям таким историческим. Сам мануал выглядит вот так. Внутри сложен книжечкой. Мануал к игре. Сама игра, кстати, идет под серийным номером UKC 1003. Но однерку, насколько я понял, когда я начал уже смотреть эти кассеты, мы убираем. То есть игра третья, которая выпускалась в таком вот виде, Atari Soft. На таком носителе. На кассетном. Прикольно. Я помню, вот эти первые кассеты такого черного... Дай я перебью немножко. Помню, вот такие кассеты были черного фона. Вообще первые, которые появились. Прозрачные-то они потом были. Красивые, стилизованные. А вот эти черные у всех были. И там вот эта русская, по-моему, какая-то электроника или что-то их производила. Они настолько были ужасные, что уже в 90-х, к концу 90-х рассыпались прямо вот это вот. Прям с них это... Как магнитный порошок или что сыпался. Прям с ленты все это вот. Вообще жестко. Ну, в общем, первая игра. Второй лот за сегодня. Это Тари. Восточный фронт. 1941. Операция Бороса. Пошаговая стратегия. Очень интересно. Надо будет глянуть, что хоть за геймплей такой. Надеюсь, я удивлюсь. Так буду смотреть с открытыми глазами. Так. Итак, дальше моя очередь, да. Значит, если с предыдущей игрой у нас получилось, что я на убывание, то есть собираю, то тут, наоборот, на возрастание. Итак, следующая игра и закрывает мой сет на PlayStation 1. Это Arxlet 3. Не видно? Не видно? Вот. Тоже в моем предыдущем ролике были первые части. И как-то я вот третью часть взял и упустил из виду. Блин. Ну, как так? Думаю, надо добить. Надо добивать этот сет из трех частей. Но они такие, знаешь, JRPG похожие на другую. То есть просто шамповали их друг за дружкой. Ну, даже особо, думаю, не это. Не старались там. Ну, хотя CG-ролики что-то пытались сделать. Вот. Ааа. Давай я внутренности покажу. Тут полный фарш. Ох. Там тебе видно. Первым тебе. Угу. Второе зрителям. Я, может, пофотку диск. Эта лампка. Мануальчик какой-то. Выкидывай все. Наклейки. Наклейки. Вот, что самое это. Ценно это. Обычно наклейки куда-то быстро уходят. Да, да. Тут прям. На мимо аркарты их можно клеить. Любили раньше. Дальше. Не знаю какой-то. Оооо. Реклама Катсуры тут. С артом. Айзу рисовал. Блин, вот это круто. Обожаю, когда реклама будет. Внутри бежат. Прикольно. Я даже не знал. Ну, короче, похоже, да, что Катсур рисовал. Так. Дальше. Артзелед. Мануал. Блин, все у меня падает. Влад упал. Провода. Держи. Решаются. Да. Мануальчик такой. Ну, блин, толстый, цветной. Сейчас покажу. Или потом. Может куда-нибудь вставлю. Не знаю. Неудобно одной рукой. Ну, и игра на двух дисках. Угу. Короче, полный паш. Ништяшка вообще. Красота. Да. Там даже внутренний арт есть. Какой-то корабль там. Приключения. Вот. Ну, думаю, кроме того. Кроме меня, про эти JRPG сейчас никому не нужны. Поэтому Сашка включит фоном какой-нибудь геймплей. И перейдем к следующему этому игре от Влада. Следующая игра от меня будет на портативку. Очень меня заинтересовало именно в плане на поиграть. Мне захотелось ознакомиться с этой франшизой. И это Advanced Wars. Из серии Advanced Wars. Это игра Dark Conflict. Очередная пошаговая стратегия. Опять же, мне как любителю самое то. Оно на этот раз уже на DS. Тоже, как говорит Коля, полный фарш. Тут мануал. Неиспользованная карточка регистрации в этот Nintendo Club. Куча всякие еще макулатуры. Короче, Wi-Fi туда-сюда. Все понятно. В общем, пошаговая стратегия в постапокалиптическом мире. Который тоже мне очень нравится. Такой сеттинг. Но, как-то, вот эта серия проходила мимо меня. И как раз я вот думаю, что надо поискать будет время. Задвинуть там всяких Mario. И ознакомиться вот с этой игрой. По-моему, две части, да? Там было неплохих они выходили. Там же вид сбоку. Там управляешь техникой? Да, да, да. Техникой. А, на геймбое, да? По-моему, выходила на геймбое? На геймбое. Она тянется с геймбоя, насколько я понял. Вот эта часть на... У меня, кстати, копия французская. Сзади все по-французски. Но, опять же, на корешке английский. И в игре вообще самой пять языков присутствует. Ну, мульти пять, ага. Мульти пять. Поэтому это не проблема. Не мешает. Вот, кстати, эту игру мне жена подарила. Купила где-то. Ей подвернулась. В общем, круто. Вот третий лот за сегодня. И это как раз таки на поиграть. Даже больше не коллекционный. Но, блин. Что-то заманила меня эта тематика. Адрансвоп. Хочу познакомиться. Так. Ну, дальше я тут прикупил, знаешь, на хайпе распродажи. Все бегут, покупают. Скидки. Бонусные баллы хватит. Но я тоже особо... Ну, было парочку того, что можно выбрать. Как бы к серии я особо... Ну, ровно дышу. Но есть игры из коллекции. Поэтому думаю, ну, ладно. Возьму. Там что-то получилось в пределах 700 рублей. Игра на PlayStation 4. Вот. Видно? Угу. Угу. Игра от SNK. Samurai Shound Down. Или Samurai Spirits, да, в японском регионе. В общем, файтинг. Я, как понял, его полностью перерисовали. То есть, он такой стал целшедник. На целшедник такой, знаешь, как аками. Как будто красками нависованы. Угу. Вот. Очень красивый. Ну, думаю... Прикольно вообще. Да. Ладно. Возьму. Пускай будет в коллекции. В общем, от SNK. Но тут не всё так просто. Я тут прикупил себе корпус. Вот. К одной игре. У меня платка была. У меня вот такой вот есть картридж. Samurai Shound Down. Samurai Spirit. Себе видно не видно. Больше золота. Да, да, да. Не было же у вас ещё золота. Вот. Я думаю, надо как бы показать. Вот. Теперь у меня, короче, есть на Dendy и на PS4. Конечно, PS4 сейчас не это... Уже не самая мощная игровая консоль. Ну, не самое последнее поколение, но всё же. Но кому, как говорится, это топчик. Ну, вот откуда всё пошло, как говорится. Угу. С SNK, Shound Down. Ну, кому нужны такие огромные, да, картриджи, когда вот, решает. Dendy решает. Это так, бонусом знаешь, чтобы красиво расставить на полочку, поставить для красоты, чтобы смотрелось всё. Ну, круто вообще. Там, глядишь, соберёшь уже серию. Да. Со всеми обложками. Да, не говори. Так, следующая игра от меня будет на PS3. Я долго думал, решал, брать ли её в распаковку, но решил всё-таки показать. Тем более ещё история интересная с ним получилась. Это Birds of Steel на PS3. Американка. Что вот для моих реалий очень редко. Потому что, в основном, у нас всё европейки продаются. Не знаю, насколько она там редкая, нередкая, но, опять же, у меня в Англии она такая довольно нечастая игра и стоит денег. Ну, вот могу сказать, то есть европейский вариант, он стоит что-то в районе 20 фунтов, насколько я помню. Потом вот Саша Сталкер, он смотрел на eBay. Там тоже ценник начинался что-то от 20 евро. Мне эта игра попалась в магазине благотворительности за 3 фунта. Я так посмотрел, американка как бы не особо нужна, а потом пробил быстро цену европейки и решил, что, наверное, всё-таки мне нужна будет. Там буквально за 5 минут до закрытия я вбежал в магазин быстренько там по полкам. То есть, принималось решение очень быстро и в принципе я рад, что её взял. должна быть очень даже прикольной игрой. Я так почитал, посмотрел. Иногда есть такое настроение там полетать, пострелять. В общем, по описанию вроде бы ничего. Опять же, Konami. Ну, как бы, come on. Konami, я знаю качество. В общем, такой вот предпоследний на сегодня у меня лот. PlayStation 3, Birds of Steel, американка. Вот. Я изначально тоже думал, может сделать так как лот, начать с PlayStation 1, потом PlayStation 2, PlayStation 3, и 4 там, и под конец. Ну, как всё ждут PlayStation 5, что-нибудь тоже мочкануть, но потом передумал. И тут вот в предыдущей игре я не просто так картридж показал Samurai Spirits или Samurai Sheldon, так тонко подвёл к следующему картриджу. Это игра, даже сборник игр про Kunya Kuna. Kunya Kuna любят все, и вот решил тоже надо взять. Он картридж прикольный такой, наверное, ближе к годам 2000, наверное. 4 в 1. Тут, значит, из игр. Heroes Story, Round Ball, Heroes Goal и Hot Blood Sports Meeting. Что бы это ни значило. Но я думаю, тут волейбол, футбол. Этот, которая про, как она называется, про Этики, где у него девушку похищают. Блин, вылетел из головы. Ну, в общем, неважно. В общем, жёлтое золото. Да, жёлтое золотое золотое. Изначально, наверное, год 2005, 2006, друг у меня заказывал через посредника целую пачку игр на Famicom, и ему пришла стопка игр про Kunya Kuna. И он мне такой предлагает, вот, возьми, а они галышки были. А я, как сталкер раньше, галышки не собирал. Возьми, говорит, галышки, по 150 рублей отдаю. Если сейчас перевод на наши деньги, ну, которые там, тогда доллар 26 рублей, что ли стоил. Ну, это, короче... Ну, ладно, в общем, 300 рублей сейчас вот, допустим, стоил за картридж. Вот, я говорю, да не, потом найду полный комплект. А у него сет прям сразу же с Kunya Kuna можно было за 1000 рублей, по-моему, всех купить. Ну, там, плюс-минус сколько-то. Я не, а потом найду. Так и не нашёл. Вот, восполняю, так сказать, это. Восполняю потери. На более дешёвом формате, да, игры про Kunya Kuna. Ещё есть TV-гейм, там, где, по-моему, 7, что ли, игр про Kunya Kuna содержится. А так, вот, печально надо было брать тогда. Я что-то лоханулся и не взял, и до сих пор нету. Да, так часто бывает. А бывает, возьмёшь, и потом ещё выгоднее, а уже, как бы, и... Короче, никогда не угадаешь, лотерея тоже коллекционерская. Да, лотерея, на самом деле. Это потом поумел, я и думал, надо всё-таки было брать. Познакомился я с игрой у друга в гостях. Это был футбол самый первый. Я помню, как там он прыгнул этим чувачком на чувачка на чувачка и бил, короче, мечом, рыбой, тухлой рыбой, что ли, что ли, поворотом. Я так офигел, нифига себе, думаю, на Dendy такой убойный футбол. А по ним же потом всякие фильмы сняли, да, вот эта разборка в стиле кунг-фу, ещё какой-то убойный футбол выходил. Ну, по крайней мере, китайцы что-то пародировали прикольно. Ну, прикольная серия. В общем, надо, надо собирать. Теперь. И что ж, последняя игра от меня на сегодня это PlayStation 2. Естественно, куда же я без PlayStation 2-то денусь? Блин, офигенная штука. Давно собирался начинать подсобирать эту серию. Это игры, возвращаясь к алфавиту, которые начинаются на знаке припинания. Тебе перебью. Тебе придётся выпуск делать, упущенные игры из этой серии Влад, алфавит Влада там. Да, я собираюсь сделать спешл с играми, которые я уже потом докупал, которые не входили вообще в целом по всему алфавиту. И эта игра тоже туда попадёт, но сегодня мы уже про неё чуть-чуть поговорим. В общем, Dot, Hack, Infection. Первая часть этой серии игр. Всего на PlayStation 2 выходило 4 части. Infection, Mutation, Quarantine. О, там два диска даже. Да, два диска. А что, один DVD какой-то? DVD, да, DVD с этим... Hack Liminality in the Case of... Ну, короче, это мультик манго. Ага, в своё время просто мы же и проходили все 4 части, которые на PlayStation 2 выходили. Ну, как мы проходили? Мы болванки заказывали с магазина уже штамповки вот эти вот. Не штамповки, а именно болванки там покупали по 100 рублей за штуку. Тогда интернетов не было. Приходилось там кое-как худо-бедно заказывать вот. Причём через почту как-то деньги отсылали там каким-то этим, чтобы потом нам выслали. Заморачивались. И вот нам приходили, причём на японском игры. И мы сидели, их проходили, короче, с тем же другом Серёгой, с Линкиным и сланчиком. Блин, в одно удовольствие, вот. И мы тогда две игры точно, помню, прошли. А вот третья и четвёртая, они, по-моему, уже были у нас на английских. И мы всё хотели с ним начать. Но мы подрослели, по ходу, уже. И как-то это... Разъехались только, да, и так по итогу не прошли. Но серия прикольная. То есть, мне прям нравится. Да, прикол по мануалу. Здесь даже красненькое обозначение идёт, что мануал выполнен в стиле манго. То есть, читать его нужно... То есть, начинать отсюда, с последней страницы. И дальше уже переходить... И дальше его листать. Но хотя сам мануал лежит вот так. То есть, написан как манго. Вот в последней странице идёт дальше уже. На повышение. Всего выходило четыре части на PlayStation 2. В алфавитном порядке по названию они идут с точки, со знака припинания. Вообще всего пять игр таких на PlayStation 2. Существует четыре из серии хэк. И одна испанская игра. Там у них в начале слова идёт символ. Вот этот испанский. Ну, я просто языком не владею. И не знаю, как это используется. Но вот я только в испанском это видел. Там что-то вроде восклицательного знака. Перевёрнутое. Перед словом. Перевёрнутое ставит, да. В общем, Hack Infection от Bandai. Крутая штука. Давно надо было начинать собирать. И вот как раз таки подвернулся неплохой аукцион. И пополнил коллекцию PS2. Да. Замечу, сейчас у них дорогие. Как бы их найти сложновато. Каждая часть сразу удваивается в цене практически. Да, да, да. Губыга стоит там 10 фунтов. Потом вторая 25. Третья, ну, почти удваивается. Третья, по-моему, 35. И последняя полтинник. Как-то так там примерно цены. Я думаю, проще, наверное, в японском регионе все четыре части купить. Там будет всё, в общем, там в копеечку. Вот. И забавная эта история. Я ещё в то время смотрел эти анимешки по хаку. Ну, как бы подсели на серию. И она же как бы сделана, как будто там в онлайн игре играют, короче. Вот. И там в аниме всё прекрасно, как музыка. Ну, музыку я очень люблю. Я уж не раз говорил, что игры меня могут заставить в самую дурацкую игру. Из-за музыки пройти могу всю, короче. Вот. И я в этом сериале узнал, как реально играют задроты. То есть там были три девочки, которые играли во вселенной хак. И они спали по очереди, играли по очереди 24 часа напролёт, то есть качая персонажа своего. Я думаю, да, вот это, блин, прикольная система. Тогда ещё удивило меня. Ну, в общем, такие. А ты сам не играл? Нет. Не играл ещё. Не знаком. Ну, как бы я знал, что они есть. Но не вдавался просто в подробности, что там про что там. Ну, в аниме так, во всей тематике японской не сильно шалю. Но эти игры именно знал вот, потому что они в алфавете начинаются именно так. нестандартным, со знака припинания. Хотя многие пишут дот хэк, то есть с буквы D начинается. Ну да, 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 да. Нет, там же точка стоит. Точка, да. Ну, то по корешку. У нас-то точка хэк, а у них дот хэк, да. Так что всё логично. Ну чё, я сейчас начну откуда-то издалека опять. Да, наверное. Многие ведь знают, что я неровно дышу в сторону японских гопников. Нравится мне их такой агрессивный стиль одеваться, схатить, знаешь, с хайпом такой с большой прической. Ну, прикольно. Вот это некая такая субкультура. Басадзоку, которая появилась сначала там байкеры гоняли, потом этот байкер-клуб перерос в машины они стали. Это их вычурно тюнинговать офигенно, короче. Ну и в итоге там такой у них прикид опасных гопников. Ну, в общем, из литературы это Шананай Джунай Гуми. Это, короче, все знают аниме. Это продолжение ГТО, так сказать. Вернее, приквел там про друзей. Вот. Дальше Кьёкары Орава. Тоже вот такие опасные гопники дерутся там. У них это... Ты у меня пропадаешь. О! Дерутся, бьют морду. То есть выясняют отношения школьники. И вот не так давно, как ты это сказал, я писал группу Кишидан такую вчера. Ты сказал, это бойс-бенд какой-то вчера. Ну, сразу видно это. Ты не шаришь, да, в этом? Человек не в теме, да. Да, Сашка пускай на монтаже поставит. Что за группа такая? Ну, прикольные такие гопники. И, в общем, ну, просто прусь по таким сериям. Ты, может, даже знаешь, на Nintendo DS'ке выходила такая серия Осу Оиндан, ТТК Оиндан. Там три игры, а в английском варианте она выходила Elite Beat Agent. То есть там вот эта группа поддержки или гопники, они, короче, песнями своими налаживают жизнь других. А еще, короче, такая же серия у Сеги была похожая. Как же она называлась? Rap Rabbits и Project Rap XYZ. Ну, что-то такое, короче. Там кролики помогают тоже парню налаживать жизнь путем. Там мини-игр. Ты в мини-игр тыкаешь стилусом, также беспорядочно. И это. Нет? Ничего не слышал? Не. Ну, ты же знаешь, по Европе. Японские игры недалеки. Ну, в общем, этот Осу Оиндан – это, короче, музыкальная игра. Ты там тыкаешь стилусом, надо в ритм попасть, короче. Ну, и там сюжет идет у каждой песни. Угу. Ну, в общем, это такая, у меня такая дурацкая завязка была про глопников, про субкультуру японскую. Вот, подводя к следующей игре. А следующая игра – это... Видно? Ого, блин, круто выглядит, кстати. Да. Что-то мне напоминает. Это, короче, The Friends of Ring и Chicago. Вот. Ring и Chicago – это игра на Switch. Она выходила эксклюзивно на Switch и на компьютере, но в этом, в таком физическом здании только на Switch, по-моему. Все остальное. Мне про эту игру Митсу, мой дорогой рассказал, который там мне уже не звонит, не пишет. Фиг знает, когда он придет, придет ли в гости вообще на очередную распаковку. Он посадил меня за комп, поиграть в нее. Я как начал, оторваться не мог. Это битмапчик такой прикольный, тоже в стиле Куньо Куна. Вот. И музыка там опять, музыка просто офигенная. Я уже себе проспойлерил там финальную песню, блин, зря я начал слушать. Музыка шикарная. Я еще пока не играл. Вот ждал себе это. О нет. Можно было даже достать тут аккуратненько. Так вот, наверное, лучше видно. В общем, буду проходить на Switch. Купил себе. Выходила от Limited Run, но что-то цена 20 что ли долларов. Ну, можно было. Да, 20-25. То есть не слишком, я думаю, надо брать. Потому что гопники японские мне очень нравятся. В принципе, вот такое небольшое пополнение за это время. Посмотрим на геймплей тех игр, которые я назвал и Влад назвал. Я тоже там половину даже и знать не знаю, не видел. Особенно интересует, что же за игра на кассете была. Ну, да. Геймплей посмотрим. Ну что, кто прощается? Ты? Ну, без разницы. Давай я буду прощаться. Давай. А ты там завершишь как это. Ага. Итак, мне выпала такая возможность попрощаться с самым первым. Потому что Влад после подытожил. В общем, было интересно попробовать так вот. Принять участие. Да, заменить Сашку так. На время хотя бы. Но заменить, появиться на чужом канале. Прикольно. Сейчас у меня будет полный кайф. Я отснял. Материал скину. И Сашка смонтирует. То есть пускай он мучается. Там дорожки свои что-то делает. Геймплей накладывает. Столько времени это занимает. А я потом просто сяду и с удовольствием посмотрю. Ну и вам, ребят, спасибо, кто смотрит видео. Лайкает, комментирует, пишет всякие там вопросики, ответики. И советует что-то интересное. Нам всегда приятно почитать, посмотреть и поболтать с вами. Все. Всем пока. Всем спасибо за внимание. Надеюсь вам было интересно посмотреть наши недавние пополняшки. Спасибо за ваши лайки, комментарии, просмотры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok